Вопрос о зеленении Чебоксар с каждым годом становится все острее. Интенсивность застройки многоквартирных домов и снос частного сектора приводит к исчезновению фруктовых садов, на сохранение и восстановление которых уходит немало сил и времени. На помощь государству приходят частные организации и жители столицы. Оценить их труд выехала наша съемочная группа. Весной текущего года Чебоксары озеленили 3,5 тысяч деревьев и 7,5 тысяч кустарников. Большинство из них прижились и чувствуют себя вполне комфортно. Пример тому – яблоневая аллея на территории мемориального комплекса «Победа», которая весной стала богаче на 50 яблонь. Только не всем горожанам нравится такое месторасположение деревьев. Они пытаются изменить их точку дислокации. В городе продолжается хищение посадочного материала. Как деревьев кустарников, так и цветов. Это боль города. Еще одна трудолюбивая группа людей проявила инициативу и самовольно высадила на территорию микрорайона Волжский-3 аллею тополей. Но их старания не увенчались успехом. Видимо, была нарушена технология посадки, объяснили специалисты управления экологией Чебоксар, где каждое дерево города под жестким контролем. Выясняем причину, почему эти деревья погибли. Второй, кто их посадил. Третий, как они посадили их. Пока будут выясняться все подробности, тополя будут стоять на месте. А уже осенью на их месте будут красоваться новые деревья. Управление экологии этот участок земли включили в план озеленения. И все же большинство желающих приложить руку к посадке обращается в управление экологии и получает не только разрешение, но и сами саженцы. Планы на осень высадить 4 тысячи деревьев и 10 тысяч кустарников. По многочисленным просьбам жителей на территории города в Калининском и Московском районах будут заложены две новые озелененные территории. И реконструированы 20 существующих, где будут заменены неприжившиеся зеленые насаждения на новые. Заявки на озеленение территории от жителей города принимаются в управляющей компании, а от организаций в управлении экологии Чебоксар. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика.